Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги, которая начинается словами «Вот закон о жертве повинности — это великая святыня». Имеется в виду, что это приносится в жертву, но это называется великой святыней, которая исключает другую возможную жертву. Поэтому здесь говорится в этом разделе о качестве повинной жертвы. И жертва повинности — это великая святыня. Потому что человек приносит жертву за свою вину, а Бог принимает от нас, прежде всего, сокрушенное сердце. И если любую жертву, которую мы приносим Богу, мы приносим не с чувством превозношения, а с чувством повинности, осознавая свое несовершенство, это действительно великая святыня. И второй стих. «Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и крови ее кропить на жертвенник со всех сторон». Феодорит Кирский пишет, «Для чего их жертвы греха ради приносили на месте всесожжения», то есть на том месте, где совершали жертву в формате ОЛА, «для утешения приносящих, чтобы знали, что, уврачивавшись покаянием, человек не чувств уже святым. Посему и наименованы жертвы сии святая святых». Если жертва всесожжения, она могла быть жертвой благодарения, но не исключалось, что ради тех, которые пришли с покаянием, на этом же месте, рядом с этим местом, приносили жертву повинности. И далее мы читаем, «Приносящий должен представить из нее весь туг, кюрдюк и туг, покрывающий внутренности, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, пусть он отделит сие, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу, это жертва повинности. Весь мужеский пол священного рода может есть ее на святом месте, должна есть ее эта великая святыня». И сразу возникает вопрос, а как такое может быть вообще? Одно дело жертва благодарения, жертва восхваления. Например, Господь дал хороший урожай, и люди благодарят за это Бога. Но в то же время уравнивается все это, благодарение, жертвы покаянной. Действительно, Бог принимает дух сокрушенный, и смиренный. И, с другой стороны, это может косвенно указывать на то, что когда мы пребываем в состоянии духовного подъема, это не должно исключать и нашего покаянного чувства. Да, нам реально есть за что благодарить Бога. У каждого христианина могут быть какие-то духовные достижения. Но это не перечеркивает наших ошибок, наших каких-то неправильных действий. И здесь происходит обобщение. Слово, где заколается, должно заколать, а второе стихо, оно во множественном числе. Имеется в виду множественные жертвы, которые приносятся. Многообразие жертв, и они разного формата. Вот почему в православном храме чтение церковное, оно очень монотонное. Почему? Оно может быть праздничным, восторженным, но это не допускается. Оно должно быть монотонным. Почему? Потому что в храме стоят разные люди. Да, один пришел благодарить Богу, у него все хорошо. А другой пришел оплакивать свои грехи. И бесстрастное, монотонное чтение уравнивает всех. Кто-то пришел оплакивать усопших, а кто-то пришел в храм прославить Бога, что у него наследник родился. Поэтому бесстрастное чтение как бы сообщает всем возможность получить от этих псалмов то, что может действительно наложиться на ту ситуацию, в которой они оказались. И это очень знаменательно, потому что действительно мы люди разные, и с разными нуждами мы приходим в храм, и у нас бывает разный уровень как бы нашего состояния, и то ли мы в настроении, то ли мы без настроения, и мы не должны быть заложниками чего-то восторга или у кого-то беда. Мы все как бы в равном положении, и бесстрастное церковное чтение этому является очень таким сильным и наглядным, я бы сказал, подтверждением. И вот это обобщение, весь мужеский пол священнического рода может есть ее на святом месте, должна есть ее эта великая святыня. И ниже мы читаем как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, которая очищает посредством ее. Вот здесь надо определиться, какая разница между жертвой за грех и жертвой повинности. Грех это преступление, а повинность это когда человек может быть не злоумышлял сделать что-то плохое, или по ошибке что-то такое совершил, по опрометчивости, по невниманию. Но в любом случае эти жертвы проходили через руки священников. Сейчас мы не передаем в руки священников там валов, баранов, коз, но мы подаем записки о здравии, о покоении, и мы записываем в эти записки разных людей, иногда в записках указывается это заблудший, а этот священник, а этот епископ, а здесь мы молимся за патриарха. Но все оказываются как бы в одинаковом таком положении, потому что за каждого церковь с усердием совершает свое моление. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. Давайте вспомним те истолкования, которые мы уже проходили. Кожа символизирует собою то, что скрывает внутренности, внешний вид, скажем так, то, что прежде всего бросается в лицо. И кожу необходимо было снимать жертвы в некоторых случаях, чтобы указать нам на необходимость покаяния. Все мы покрыты какой-то кожей, я имею в виду не в физиологическом смысле, а в духовном. То есть кто-то представляет себя очень благочестивым, кто-то рядится в другие какие-то одежды. Но когда мы совершаем служение Богу, вот эта кожа, она должна быть снята, все показное, все то, что на виду создает какое-то впечатление о нас, в глазах Бога, все это не имеет никакой ценности, потому что Бог реально оценивает нас по тому состоянию, в котором мы находимся. всякое приношение хлебное, которое печено в печи и всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его. То есть священник кормится от тех приношений, которые приносят на храм. Апостол Павел пишет, что он кормится от благовествования. Что значит кормиться от благовествования? То есть апостол Павел считал, что служение проповеди это очень важное служение. И если человек все свое время отдает на духовные беседы, на проповеди, на встречи какие-то для рассуждения, для объяснения, для ответов на вопросы, то, конечно, верующие должны позаботиться о том, чтобы у этого пастыря было бы все необходимое. И в Писании сказано, что надо поддерживать пастырей, особенно тех, делает этот акцент апостол Павел, которые трудятся в слове. Всякое приношение хлебное, которое печено в печи, всякое приготовление в горшке или на сковороде принадлежит священнику, приносящему его, и всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. То есть священник питается от благоествования, но у него есть семья, у него есть дети, и он заботится и о их пропитании, поэтому выбирая между священниками, кому надо помочь в первую очередь, конечно, прежде всего многодетному. выбирая между священниками, кому помочь в первую очередь, городскому священнику или сельскому? Конечно, сельскому, потому что у него очень мало прихожан, и вот в летний период, когда многие из нас поедут на дачу, в деревню, и там мы будем посещать уже не свой городской храм, а сельский храм. Здесь очень важно поддержать сельского священника, то есть наша задача поддерживать тех служителей, которые занимаются нашим образованием и которые сами пребывают в неких таких стесненных условиях. Посмотрим объяснение Ефрема Сирина. Он пишет, была жертва хваления и благодарения за благодеяние Божие и всякое благо, приемлемое от Бога. То есть это как бы то, что бросается в глаза. Но это не исключает того, что может быть жертва за грех, то есть за осознанное преступление и жертва за любую провинность, неосознанный какой-то проступок, который мы тоже хотим как-то уворочевать, как-то его исправить. И мы читаем вот с 11 по 14 стих. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Мирная жертва это шламим, то есть та, которая приносится за народ и она вносит гармонию в этот мир, как мы, например, молимся за себя и за всех православных христиан. Ведь Господь Иисус Христос, Он не учил нас молиться «Отче мой», а учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в такой интимной части нашей жизни, как сокровенные молитвы, мы бы всегда соборнее осознавали бы ответственность друг за друга. И в Писании сказано «Носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов». А то, что надо поддерживать священников, давайте вспомним, как Моисей, когда была битва на Малика, он молился во время битвы с воздетыми руками, но через какое-то время его руки стали уставать, и он сам стал уставать, он был пожилой человек, и когда руки его опускались, то амаликитяне стали побеждать евреев, и тогда подошли два человека божьих, которые поддерживали его руки, и даже они камень пододвинули, чтобы Моисей мог сесть на этот камень. И вот в таком положении он продолжал свою молитву, и была одержана победа, то есть священник не существует сам по себе, ни епископ, ни дьякон, они нуждаются в поддержке общины. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем. Этот символ мы разбирали, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Я напомню, что все, что связано с пшеницей, это евхаристические символы, а елей всегда указывает на благословение от Духа Святаго, помазание. То есть жертву человек приносит правильно тогда, когда есть божественное побуждение совершить этот акт, потому что мы даже молиться не можем без помощи Духа Святаго, как апостол Павел пишет, вы не знаете, как молиться, но сам Дух Божий молится вас воздыханиями неизреченными, поэтому соединение с жертвами елея в древности означало все-таки тоже помазание, некое вдохновение. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Квасный хлеб, как мы с вами выяснили, это то, что бродит в процессе брожения, и чаще поэтому приносили пресный хлеб, но есть и другое отличие вот этого квасного хлеба, как мы знаем в нашей восточной традиции, мы приносим хлеб квасной на проскомедию и агнцы делаем на проскомедию из квасного хлеба. Квасной хлеб это живой хлеб, хотя с другой стороны есть образ, что закваска это некая примесь, от которой надо избавиться, но есть и другое столкование. Квасной это живое, а пресное мертвое. А так как Христос жив в греческой восточно-христианской традиции, мы причащаемся, когда совершается приношение квасного хлеба, а не пресного. Хотя в древней христианской традиции мы прослеживаем две линии, и пресный хлеб был на причастие чаще в западной традиции и квасной чаще восточной традиции. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свой квасной хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из сего приношения своего, пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертве. То есть, да, ты приносишь Богу жертву, например, человек жертвует на храм. Деньги. Но одно что-нибудь он должен отделить для священника. Вот чему учит этот текст. То есть, да, он жертвует на храм, и это то, что пойдет на храм, но он должен думать и о служителях церкви, и что-то принести для них, и это считается служением Господу. Потому что, собственно говоря, Господь не нуждается ни в каких жертвах, тем более, ни в каких деньгах, но его служители, они такую нужду имеют. Феодорит Кирский пишет, «Из приносимого в жертву, исключая все сожигаемое, иное приносимо было на жертвенник, а иное отдаваемо иереем, то есть священникам, почему божественный апостол сказал об иереях, что они со алтарем делятся, то есть они питаются от алтаря». Это 1 Коринфянам 9.13. «Остальное же от мяс отделялось на потребу приносящих». То есть что-то могли отделять и самому человеку, который принес эту жертву. Например, человек наканун ставит какие-то приношения, напомин усопших, он имеет право часть из этих приношений взять себе домой. После того, как священник благословит эту трапезу приношений, что-то он может взять с собой, чтобы этой освященной пищей украсить стол и совершать поминовения уже с домашними. Как мы видим, здесь сплошные аналогии, которые выводят ветхозаветные тексты на христианскую позицию отношения к тем или иным действиям. 15-16 стих. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». Здесь есть и практический смысл, потому что в условиях жаркого климата Палестины мясо оставленное до утра может испортиться, тем более, что эти законы давались тогда, когда они путешествовали по Синайской пустыне, где особенно жарко. Но есть и некое аллегорическое значение, что нельзя оставлять до утра. Какое же это значение? И давайте посмотрим еще 16 стих. «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, а на другой день оставшийся от нее есть можно». То есть в одном случае нельзя, это мясо, если же кто приносит жертву по обету, и здесь может быть приношение хлебное, оно сохраняется значительно дольше, чем мясные приношения. Здесь такой как бы ремис, намек на то, что все мясные жертвы действительно они могли использоваться до утра, а когда наступает утро, они теряют смысл. А утро для нас это пришествие Христа, Христос Солнца правды, он зашел над этим миром, и все жертвы потеряли значение, мясные жертвы, они прекращены. А приношение хлеба и вина этих евхаристических символов, оно продолжается, и мы это можем жертвовать на проскомедию. Ефрем Сирин пишет, была жертва обета в болезни или при отправлении на войну или по иным причинам, еще была жертва вольная, когда отделял и приносил кто в дар жертву Богу, но не по какой-либо особой причине, но из усердия. То есть жертва из усердия это жертва еще и от избытка любви к Богу. Человек просто приносит эту жертву. Не потому, что у него проблемы, не потому, что у него ребенок родился, он хочет отблагодарить Бога, это тоже очень важно, конечно, и в беде очень важно приносить какие-то жертвы, пожертвования, но просто от усердия. Человек имеет усердие всегда служит Богу, не только тогда, когда ему очень хорошо или очень плохо он вспоминает о Боге, но и в обычной ситуации он продолжает свое служение уже из усердия к Богу. И мы посмотрим далее 17 и 18 стих. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы, то есть ламит, на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет тому, ни во что не вменится, это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Понятно, что на третий день она просто протухает, жертва из мяса, и вкушение ее, оно никак не оправдано, это может нанести и даже вред здоровью. Феодорит Кирский пишет, для чего не повелевает Бог вкушать жертв после третьего дня, приступившего же закон сей, подвергают взысканию, и о жертве той говорит, что не вменяется она в жертву. Феодорит Кирский отвечает, хочет, чтобы приносящие жертву не сами только участвовали в пиршестве, но уделяли мясо и нуждающимся. Посему-то повелевает вкушать он их мяс в первый и второй день избытки сжигать, чтобы понуждаемые сею необходимостью нищих делали участниками в пиршестве. Получается так, если мясо в чистом виде и человек получил это в жертву, например, священнику пожертвовали, часть тот, кто пожертвовал, внес домой, и он не приготовит это мясо до утра, а все это уже испорчено. Но если он это приготовил, что продлевает как бы срок сохранности, то первый, второй день это еще можно есть. Но если это будет вкушать один человек, то у него может остаться и протухнуть. Но если он пригласит гостей, нищих, соседей, нуждающихся, они быстро все это съедят, и это будет им во благо ничего не протухнет. То есть, когда что-то протухает, происходит порча. В каком случае наша жертва может быть испорченной. Когда принося жертву Богу с усердием, мы отделяем свершенника и не только свершенника, но и другим верующим и особенно нуждающимся в нашем благотворении. Вот тогда действительно наша жертва имеет такой как бы соборный смысл, соборное значение. И по понятиям древности того времени, даже когда они совершали самую главную трапезу, это пасхальная трапеза, то пресный хлеб на столе клали тремя такими стопками, связками. Почему тремя? это как бы три социальных уровня народа Божия. Богатые, среднего достатка и бедные. И таким образом символически показывали, что на эту трапезу может прийти любой человек. Богатый придет, да, мы будем ему рады. Человек среднего достатка придет, мы будем ему рады. придет бедный человек, мы будем ему рады. А так как этот пресный хлеб не отличался в первом случае от второго и третьего, то есть все получают равное и одинаковое. То есть наша забота о братьях не исключает заботу о семье, о себе и о священствах. И Богу это угодно. Он принимает такое наше усердие. Я вспоминаю, когда я жил в Орехвозуе, в Московской области, был еще ребенком. Если кто-то у нас умирал в семье, то когда делались поминки, то первый стол был для нищих и певчих, которых из храма приглашали, а все родственники стояли на улице. Я жил в своем доме на берегу реки Клязьма, и все родственники стояли на улице, ждали, когда вот эти убогие, нищие, певчие, они помолятся, покушают, споют вечную память. И когда они выходили, только тогда делался стол для членов семьи, и мы, дети, вместе со взрослыми, могли садиться за этот стол и участвовать в поминовение наших усопших. И мы читаем 19 и 20 стих. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый». О чем это в нашей ситуации? Например, человек жертвует деньги на Дом Божий, которые добыты преступным путем. Богу это неугодно, это оскверняет руки тех праведников, которые по неведению принимают эти деньги. Поэтому здесь так и говорится, если что-то нечистое коснулось этой жертвы. И далее. «Если же какая душа имеет на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». То есть принять часть от пожертвования, там, пищу нам жертвуют, трапезу предлагают, или средства, можно только с молитвенным каким-то рассуждением об этом человеке, поблагодарить Бога, иначе человек осквернится от милостыни, за которую он не благодарил Бога и не просил блага в молитве для того, кто милость оказывает ему вкупе с другими или ему персонально. Потому что любое добро мы должны возвращать тому человеку, который нам явил это добро. Поэтому здесь мы так и прочитали «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней». Нечистота это неблагодарность. Мы за все должны благодарить Бога и тех людей, через которых Господь проявляет заботу о нас самих. И давайте посмотрим объяснение Иоанна Кассиана. Он приводит здесь высказывание Авы Фиона «Это работа о ночных искушениях, потому что всякая нечистота это не только неблагодарность, но нечистота это полюция и это менструация, это тоже нечистота. И если человек пребывает не только в духовной нечистоте неблагодарности, но и просто осквернен от ночной полюции, от ночного истечения, женщина или мужчина, то человек должен воздержаться от прикосновения к святыне. И вот Авафион учил «Со всем тщанием, насколько для нас возможно, мы должны стараться сохранять неоскверненную чистоту целомудрия, то есть внутреннего целомудрия в рассуждениях, во взорах наших, в движении мыслей, чувств, чтобы не произошло плотского осквернения, особенно в то время, когда хотим приступить к святому жертвеннику, то есть когда мы готовимся к причастию, мы должны быть предельно целомудренными, и с бдительной осмотрительностью надо остерегаться, чтобы чистота плоти, сохраненная в предыдущее время, не была нарушена, особенно в ту ночь, когда мы готовимся к причечению. То есть не надо перегружать пищей организм, ограничить воду, которую мы пьем на ночь, чтобы не произошло ночного осквернения, которое происходит и от движения чувств, мыслей, и от отягощения плоти, с этим тоже связано. Но если следующий враг, продолжает авиа Фиона, чтобы лишить нас небесного лекарства, вот интересная мысль, оказывается, святое причастие это не приз за хорошее поведение, а это небесное лекарство, святое причастие это самое эффективное средство в борьбе с грехом, действительно небесное лекарство, а некоторые считают, что это приз за хорошее поведение только, хотя в молитвах причастие мы знаем и после причастия, что оно попаляет склонность к греху. Но если злейший враг, чтобы лишить нас небесного лекарства, обольстит усыпленный дух только так, что не осквернится никаким достойным порицания, возбуждением, никаким согласием его на усложжение, но произойдет истечение по естественной необходимости, это когда переел, пил много напитков разных, не обязательно спиртных, просто воду даже много, и хотя ум держал в целомудрии, вот может произойти естественное осквернение, но произойдет истечение по естественной необходимости или по действию дьявола без чувства удовольствия. Для воспрепятствования нашему освящению, вот для чего дьявол нас оскверняет, чтобы воспрепятствовать нашему освящению, то мы можем и должны благонадежно приступить к благодати спасительной пищи, Евхаристии. Если же по нашей вине произойдет истечение, а по нашей вине, если мы пускаем эти мысли, свой рассудок, удерживаем эти образы, тем более человек смотрит в интернете какие-то непристойности. Если же по нашей вине произойдет истечение, то, слушая своей совести, убоимся того, чтобы то, что апостол говорит, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Это 1 послание Коринфянам, 11 глава, 27 по 29 стих. А Вафиона продолжает. То есть эту небесную пищу не отличая от маловажной обыкновенной пищи и не считая ее такой, которую бы надо принимать только с чистым духом и телом. То есть мы всегда должны понимать, что это необычная пища Евхаристия, только с чистым духом и телом мы можем принимать. Потом апостол прибавляет, «Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». 1 Коринфянам 11.30, то есть те, которые причащаются недостойно. Немощны, больны и немало умирают. Духовные немощи и смерти происходят от такого причащения, ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся немощной верою, слабы духом, то есть подвергаются недугам страстей, засыпают сном греха, от этого смертного усыпления никак не пробуждаются для спасительной заботливости. Потом следует, Павел продолжает, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Это 1 Коринфянам 11.31. То есть если бы мы считали себя недостойными принятия таинств всякий раз, как подвергаемся ранее греховной, то прилагали бы старания к тому, чтобы исправившись через покаяние, достойно приступить к ним и не наказывались бы от Господа жестокими бичами немощи, для того, чтобы хоть таким образом сокрушаясь мы прибегали к исцелению наших ран. Здесь Иоанн Кассиан словами Авы Фиона наставит на том, что исповедь совершенно необходимо перед причастием. И существует такая не очень точная практика, когда человек считает, что если у него нету смертного греха, есть какие-то там согрешения незначительные, он может без покаяния причаститься. И к сожалению, эта практика присутствует в православном мире, но она не одобряется в нашей церкви. Это ясным учением заповедуется в книге Левит. Видите, казалось бы, рассуждение о причастии, об осквернении, что человек не может осквернив разум мыслями дурными или плоть осквернилась причащаться, а выводит все это Иоанн Кассиан словами Авы Феона из книги Левит. Это ясным учением заповедуется в книге Левит. То есть, это ясное учение и книга Левит, и книга Второзакония. Мясо чистое может есть всякий чистый. «Если же какая душа продолжает Ав Авафион «Если же какая душа имея на себе нечистоту будет есть мясо мирной жертвы Господней» тут продолжает слова из Левит «То истребится душа та из народа своего». И ссылка на другую книгу пятикнижи «И в книге Второзакония повелевается нечистого отлучать от лагерей». То есть от стоянок они же странствовали когда ходили по пустыне и жили лагерями. «Если у тебя это ссылка на Второзаконие «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью то есть ночного сквернения то он должен выйти вон из стана и не входить в стан и при наступлении вечера должен омыть тело свое водою и по захождении солнца может войти в стан». Второзаконие 23.10.11 А что значит «по захождении солнца может войти в стан?» Полное очищение всех людей когда-либо живших живущих и которые будут жить произошло тогда когда солнце зашло на Голгофе когда Христос умер солнце зашло и мир очистился потому что он искупил весь род человеческий своими страданиями и очистил таким образом поэтому это не случайная деталь она и в книге Левит и в книге Второзаконие солнце зайдет и очиститесь и мы читаем 21 стих есть и если какая душа прикоснувшись к чему-нибудь нечистому к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду будет есть мясо мирной жертвой Господней то есть любится душа то из народа своего любая нечистота это любая дурная мысль прикоснуться к какому-нибудь скоту в нашей ситуации проявить какие-то скотские качества прикоснуться к нечистому гаду это дьяволу змею позволить осквернить нас какими-то прилогами если мы это пережили то мы не можем вкушать святыню мы выдерживаем некий покаянный карантин и если православный христианин оказался в состоянии осквернения как мысленного так и если особенно плотское осквернение происходит очень важно читать молитву от осквернения Василия Великого а если это осквернение и в мыслях и в плоти то он должен совершить и омовение своего тела и на этот случай дома мы имеем крещенскую воду чтобы окропить одар или место где человек пережил вот это состояние осквернения потому что мы народ Божий взятый в удел Божий и чистоту свою мы должны оберегать оберегать в каждом случае и об этом очень важно нам помнить и Феодорит Кирский пишет почему прикоснувшемуся к изливающему семя или к прокаженному или к мертвому телу или к чему-либо из называющегося нечистым запрещает Бог вкушать жертвенных мяс сем малым врачует великие болезни ибо если естественное по закону оскверняет то есть просто иногда организм выделяет вот эти вещества кто нас оскверняет и если естественное по закону оскверняет то коль мипачи сквернит нравственное в собственном смысле называемое противозаконным то есть осквернение от рукоблудия когда человек принял порочное нравственное решение точнее безнравственное решение сделал выбор некий и осквернился ибо повелев всякий туг приносить на жертвенник туг мертвого тела и звероядину представил на человеческие потребности то есть на жертв приносить нельзя а человек это может использовать там шкуру может снять звероядины или с трупа если это не очень разложилось как-то использовать для нужд хозяйства но не более того конечно же нечист был кто и к сему прикасался и так яствует из всего что иное узаконяет бог имея ввиду какую-либо другую цель то есть любой закон он значительно шире того что мы видим на поверхности изложенные заповеди это касается очень многих и разных аспектов жизни человека если говорить о вольном осквернении сказано например у апостола Павла юношеских похотей убегай вот определенному возрасту в жизни молодых людей увы свойственно предаваться таким усладам рукоблудия конечно человек должен как минимум осознавать что он нечист и молодой человек должен и совершить омовение своего тела и прочитать молитву от исквернения и обязательно на исповеди покаяться в этом решении неправильно потому что мы знаем что в книге Беттия описывается действие Анана сына Юды когда он не хотел продлевать род своего брата по закону либератного брака и он просто семя изливал на землю входя к его вдове а семя человека мужское семя верующего человека верующего мужчины в Библии называется святым семенем и не один раз и Золотаус пишет о том что противозаконное расточение семени это и есть преступление другое дело там естественное осквернение хотя оно тоже считается осквернением кстати естественное осквернение в ночи например человек уснул и он проснулся в оскверненном состоянии свидетельствует о том что он не предается рукоблудие потому что когда это копится в организме рано или поздно это оно все проистекает выходит из тела а если человек истощает свой организм таким странным образом то это конечно же неправильно и далее мы читаем с 22 стиха по 34 и сказал Господь Моисею говоря скажи сынам израилевым никакого тука ни из вала ни из овцы ни из козла не ешьте мы об этом говорили все излишки а тука это излишек жир от нашего достатка мы посвящаем Богу себя оставляем необходимое но не только для себя для своей семьи для своих сработников и так далее тука из мертвого и тука из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело что значит на всякое дело а есть не ешьте его на всякое дело можно было растапливать этот жир и делать светильники катать свечи даже ну для домашнего употребления конечно ибо кто будет есть туг из скота который приносится в жертву Господу истребится душа та из народа своего и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц ни из скота а кто будет есть какую-нибудь кровь истребится душа та из народа своего вот здесь очень резонно задать вопрос а почему некоторые законы повторяются мы уже читали о запрете крови но в данном случае происходит детализация говорится о том что никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц ни из скота то есть такая детализация не из того что пони болит не из того что является нашим скотом таким образом закон Божий ставит ограду между человеком и заповедью чтобы уберечь его не дай Бог от нарушения той или иной заповеди и сказал Господь Моисею говоря скажи сыном израилевым кто представляет мирную жертву свою Господу тот из мирной жертвы часть должен принести предошение Господу своими руками должен он принести жертву Господу туг с грудью должен он принести и сальник на печени потрясая грудь пред лицом Господа принести грудь означает служить Богу сердцем сердце посвятить Богу то есть мир чувств использовать на служение Богу хотя мы знаем из Евангелия что сердце это тот человеческий орган который наиболее пострадал точнее мир чувств наиболее пострадал в грехопадении но поэтому мы должны очистить мир чувств очистить сердце и принять свое сердце Христа а потрясение груди жертвы пред лицом Господа это когда мы молимся и радостное сотрясение такая легкая дрожь охватывает нас от благоговения такое состояние бывает конечно его нельзя культивировать вызывать искусственно это было бы неправильно дух извините туг сожжет священника на жертвенники а грудь принадлежит аарону и сынам его то есть мы приносим жертву богу там потрясаем перед богом но мы сердечно должны относиться к нашим священникам аарону и сынам его а наше духовенство это православные пастыри и архипастыри и правое плечо как возношение из мирных жертв ваших отдавайте священнику то есть правое это активная жизненная позиция она должна учитывать интересы церкви левая это пассивная позиция имеется ввиду что мы служим церкви богу от активных наших действий и наши субъективные какие-то деяния тоже должны подчинены быть воле бога на что можно использовать те или иные деяния на что нет ибо я беру от сынов израилевых из мирных жертв их грудь потрясения и плечо возношения и отдаю их аарону священнику и сынам его вечный участок от сынов израилевых здесь мы видим господь как бы напрямую речь переходит я беру давайте посмотрим какое есть объяснение максим исповедник вопроса ответы к фаласию пишет что означает вливит грудь возложения и рама участия то есть потрясения приносимые в качестве жертвы богу священникам ответ я думаю что словом грудь обозначается лучшее и возвышенное созерцание а словом рама указывается на делание или свойства и осуществление мышления видение и добродетель поскольку видение ум непосредственно приводится к самому богу а добродетель осуществляемый при духовном делании удаляет его от всякого текучего становления сущих это и расчленяет слово посредством священников стержавших в удел себе одного только бога и не приобретших ничего земного то есть и мир чувств и наш интеллект должны служить богу а так как жертва делилась священником так и само слово оно тоже истолковывается священниками потому что священник когда он готовится к рукоположению он дает присягу на кресте евангелия проповедовать евангелие и апостол павел пишет горе мне если я не благовествую и далее максим исповедник пишет или еще поскольку сердца некоторых людей через слово научение целиком определены ведением и добродетелью что делает их приемлющими дух благочестия и веры и поскольку они в своем навыке и способности к духовному деланию отложились от всякого житейского попечения о тленном естестве полностью посвятив себя осуществлению превыше естественных и нетленных благ постольку слово повелевает священникам приносить в жертву Богу грудь возложения приводимых то есть сердце их и рама то есть делание их то есть те служители которые всецело отдали себя на служение Богу по максиму исповеднику они могут и наши сердца пробудить чтобы и наша духовная жертва была бы явлена пред Богом и далее мы читаем с 35 стиха до конца вот участок Аарону и участок сынам его и жертв Господних со дня когда они предстанут пред Господа для священодействия оказывается для священника его участок то есть а участок это чаще надел земли это его служение ведь сынам Аароновым землю не давали их служение жертвы это и есть их богатство их надел земли которые который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов израилевых это вечное постановление в роды да им выделяли наделы земли но прежде всего их надел это их служение и окончание главы которые мы сегодня изучаем вот закон о всесожжении о приношении хлебном о жертве за грех о жертве повинности о жертве посвящения о жертве мирной который дал Господь Моисею на горе Синае когда повелелся нам израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их то есть это окончание по сути дела изложения вот этих законов о жертвах в формате шломим ла и так далее всесожжение и жертвы повинности от лица всего народа и жертвы благодарения за субтитры